Добрый вечер! Я очень рад, что у нас есть возможность поговорить. И для меня и для всей Мирной Организации Травахарнини очень важно прислушиваться к жизнему опыту людей. Но в настоящей жизни узнавать историю их здоровья и учитывать этот опыт в нашей работе. И, дорогая Мария, я понимаю, что вы живете и работаете в Санкт-Петербурге, да? Да, именно так. Да. Как долго вы живете с ВИЧ? Живу я с ВИЧ-статусом уже 22 года. И узнала я об этом случайно, проходя обследование в простой клинике в городе в Санкт-Петербурге. Сталкивались ли вы с какими-либо личными проблемами после подтверждения диагноза? Мне в этом плане, наверное, очень сильно повезло, потому что мне попались и в этой простой клинике очень хорошие врачи, они меня направили в Центр. И когда я приехала в Центр вместе со своей мамой, с нами очень долго и кропотливо поговорили. Нам все объяснили. Так, к сожалению, далеко не всегда происходит. И зачастую люди сталкиваются с оценками, с равнодушием, с недопониманием со стороны медицинского персонала, к сожалению. Поскольку вы оказываете поддержку женщинам, затронутым ВИЧ, и сами получаете помощь, связанную с ВИЧ, может ли вы рассказать, какие произошли изменения, стали ли услуги более доступными для людей, живущих с ВИЧ? Ну, во-первых, если говорить об услугах, безусловно, они достаточно сильно поменялись, потому как 20 лет назад еще не было лечения. И большей частью это были палеотивные услуги, да, по качественному уходу из этой жизни с ВИЧ-инфекцией. Сейчас, безусловно, эти услуги касаются приверженности, повышения приверженности, сохранения приверженности к лечению. А сейчас достаточно много отдается времени на именно гендерно-сенситивные услуги, да, и здесь, на мой взгляд, наиболее важная роль как раз-таки нашей некоммерческой организации, да, то есть мы от женщин к женщинам передаем ту или иную информацию. А если говорить о ковиде, количество схода с лечения, потому что у людей не было физической возможности добраться до центра и получить препараты. Повысилось, опять же, качество услуг некоммерческих организаций, в каком контексте мы начали развозку антиретровирусных препаратов тем людям, которые не могут выбраться из дома по тем или иным причинам. И это происходило в коллаборации с госструктурами на совершенно равных партнерских условиях, что, на мой взгляд, достаточно хорошая победа. И у вас есть сын, да, я прочитаю? Да. Он здоровый? Да. Он совершенно здоровый, и это благодаря как раз-таки тому, что здесь повсеместно доступно и антиретровирусное лечение, и трехэтапная профилактика. А сколько лет? Девять лет. Девять лет, да. Люди, живущие с ВИЧ, как и все другие люди, должны иметь возможность прожить долгую и здоровую жизнь. Спасибо еще раз за то, что вы сегодня поделились со мной историей своей жизни. Нам нужны люди, как вы, но самое главное, будьте здоровы. Спасибо.